Итак, высшей целью человеческой жизни является достижение Бога и любви к Нему. И если у человека нет высшей цели, это значит, он не поливает корень дерева. Когда корень дерева не поливается, то корень высыхает. Когда корень высыхает, то всё дерево сохнет. Корень дерева человека — это сердце. Бог находится в сердце. Да, человек не поливает сердце, он не молится, не занимается духовной практикой, то что происходит. Сердце он имеет связь с родственниками, это его веточки. У него есть также цель в жизни, есть его развитие как Личности, есть семья, это его ствол. Если человек не поливает сердце, то всё начинает высыхать. Отношения с родственниками сохнут, отношения с близкими сохнут. Человек теряет чувство цели жизни, у него жизнь становится обыденной, бесцельной. Всё высыхает его сердце, если он не поливает корень. И жизнь становится очень тяжёлой, труднопреодолимой. Отношения начинают вонять. Если веточка высохшая висит на дереве, она начинает гнить, страдает всё дерево. Понимаете? Поэтому человек должен молиться Богу и питать своей силой всех родственников, и давать им удачу в жизни, чтобы они менялись, развивались. И он будет меняться сам также. Высшей целью человеческой жизни является стремление к Богу. Как дерево стремится к солнцу, так человек должен стремиться к Богу каждый день, каждый час. Следующая цель жизни — это цель, которая помогает стремиться к Богу. Сейчас я её озвучу. Это называется жизненно важной целью. Жизненно важными целями являются цели, которые помогают осуществить главную цель жизни. Таковыми являются развитие себя как личности, работа над собой. Поддерживать на высоком уровне психическое и физическое здоровье. И правильное выполнение всех своих обязанностей в жизни. Потому что когда человек, допустим, бросает жену, что происходит? Проклятие на его голову рушится. Когда человек бросает детей, проклятие на их голову рушится. Когда родители бросают человека в беде, проклятие на их голову рушится. И в результате он отдаляется от Бога, этот человек. Проклятым становится. Понятно? Работа над собой, поддержание, здоровье. Если человек болен, он тоже удаляется от Бога. Потому что он теряет силы, концентрацию, способность молиться, выполнять свои обязанности. Больной человек теряет семью так же. Человек заболел сильно, теряет семью. Кому охота жить с больным человеком? Может и сразу он теряет семью, но постепенно может потерять. Может, не он теряет семью, а семья теряет. Если он нужно какому-то, и оставлять его. Ну, можно и с этой точки зрения сказать, и стоит. Факт остается фактом, он остается один. Факт остается один. Вообще был просто молодой парень. Не было работы еще. Он только выучился, попал в аварию, остался без ног. У него не было отца, он жил в деревне с мамой. Лежал на кровати. И у него было два варианта. Или покончить жизнь самоубийством, или стать счастливым. Он решил, что покончить жизнь самоубийством никогда не поздно. Надо попробовать стать счастливым. И он начал работать над собой. Начал работать над собой, молиться. Через некоторое время мать начала советоваться с ним, как жить. И он давал ей правильные советы после молитвы. А потом мать рассказала о том, что он может помочь своим знакомым. Знакомые начали приходить советоваться. И он давал ему правильные советы. Потом знакомые рассказали своим знакомым. И так вся круга узнала, что есть человек обездвиженный, который может дать советы, и они сбываются, помогают в жизни. Ему выстроилась очередь. Люди начали спрашивать. У него был занят весь день. Люди начали носить еду в знак благодарности. Семья перестала страдать от нищеты. Потом одна девушка попросилась помогать маме. Молодая девушка попросилась помогать. И потом она слезно просилась замуж за него. Говорит, я же инвалид, зачем ты такой учишь? И она ему говорила. Представь, он получил жену еще. Чем это отличается от той ситуации, которую вы мне сейчас хотите предложить? Понимаете, то, что человек без ног или больной не указывает на то, что он должен остаться один или быть несчастным. Все зависит от того, хочет он быть ближе к Богу или нет. Даже человек, который остается один, а его родственники оставляют, но он занимается духовной практикой, это для него облегчение, а не обуза. Я знаю одного пожилого человека, который в святом месте сидел и просто в храме раздавал всем освященную жидкость. Он больше ничего не мог сделать, потому что он был очень старый. Но он был никому не нужен, прямо там в храме и жил. И он был счастлив безмерно, его глаза светились счастьем, потому что он избавился от всех беспокойств и обязанностей в конце жизни. Поэтому не факт, что человек, когда остается один, он проплитый. Все зависит от его духовной силы. Но большинство людей, когда они заболевают, духовная сила тает. Поэтому нужно стараться вылечиться, не болеть. В этом речь моя сейчас. Если уж говорить о том, что бросают или не бросают, даже духовно развитых людей могут бросить. Бывает непреодолимая карма. Вот развивался бы человек духовно, не развивался. Бывает такая сильная судьба, что у него по судьбе, если положено, что его бросят, значит его бросят. Хоть он развитый, хоть не развитый. Понимаете? То есть бывают огромные силы судьбы, которые за одну жизнь не преодолеешь. Но это всегда благословение. Допустим, Ванга родилась слепой, а муж у нее был пьяницей всю жизнь. Но она всю жизнь дарила людям счастье. И сама была счастлива. Когда я спрашиваю, почему она живет с таким мужем, не хватало и денег, и положения в обществе, всего в жизни. Она говорила, что это мой муж, и я должна его терпеть и любить. Какой Бог дал, так Бог дал. Все. И она была счастлива с этим человеком. Мы не можем это понять. Но так было. Это факт. Так, вторые цели жизни, это жизненно важно. Если человек не работает над собой, если он не поддерживает свое здоровье и не выполняет свои обязанности, семейные, общественные, трудовые, то такой человек все равно будет деградировать. Третий уровень целей. Это важные цели. Они помогают человеку спокойно жить в этом мире. Важные цели. Современное общество важные цели считает главными. Высшие цели жизни, важные цели считают. Это получить образование, хорошее образование, стремиться занять в обществе хорошее положение и правильно устроить свою личную жизнь, согласно закону Писания. Это важные цели. Есть второстепенные цели. Эти цели направлены на улучшение жизненных условий. А если человек второстепенной цели становится, считает главной целью своей жизни, то тогда он вообще живет в кошмаре. И вот смотрите, эти второстепенные цели таковы. Достижение достатка и благополучия. Улучшение своего положения в обществе и улучшение условий жизни. Чем это отличается от важных целей? Смотрите, важные цели. Получить хорошее образование, учиться. Важной целью также является стремиться занять то положение в обществе, которое помогает правильному развитию личности. Это не означает, что ты как можно выше положения стремишься занять. Ты занимаешь то положение, которое тебе помогает развиваться. Допустим, мне помогает развиваться положение лектора. Я читаю лекции, люди меня слушают, думают, что они развиваются. Но веды говорят, что развивается больше всех, кто читает лекции. Также ученые исследовали, что тот человек, который слушает просто материалы, он получает 20% усвоения. Я там примерно говорю. Тот, который послушает и повторяет, получает 40%. Тот человек, который практически следует этому, получает 60%. И тот, который преподает этот материал, получает 100% усвоения. Видите, я занял такое положение в обществе, которое помогает мне развиваться. И есть временные цели, которые являются не такими важными. Это залить бензин в бак, убраться в квартире и так далее. Это все надо, но это не настолько важно, чтобы на эту жизнь всю сутро и больше ничем не заниматься. Какие у вас вопросы по этим телом? Скажите, пожалуйста, кармические последствия этого пациента? Кто здесь есть мясо? Поднимите руки. И будешь говорить. Я уважаю взгляды и поведение людей. И сейчас объясню, по какой причине я уважаю. Я уважаю взгляды и поведение людей по той причине, что люди, которые сидят здесь и слушают мои лекции, они стремятся к Богу всем. Но каждый находится на своем уровне. Если я вам расскажу просто последствия вашего пребывания в материальном мире, то вы покончите жизнь самоубийством. Если человек идет к Богу, то он обязательно к нему придет, если ему не помешают. А мешают фанатики, которые пугают его на этом пути. Больше никто не может помешать, только фанатики. Человек должен, идя по пути, должен стремиться к той цели, которая видна для него, доступна. Если для человека недоступно бросить мясо, он не должен об этом думать, это не его проблема. он должен идти туда, где его цель. Может быть, для него режим дня, цель достигнуть, соблюдать режим дня, желать всем счастья, прощать, просить прощения. Вот такие, допустим, у него цели сейчас. И Бог ему в сердце показывает, что надо делать дальше. Я абсолютно убежден, что приходит время, и все не нужно, человек отпаливает зубы. Точно так же, как от вас выливаются сухие ветки. Об этом не нужно беспокоиться никогда вообще. Я бросил мясо есть, даже не помню когда. Я работал над собой, и пропал эти резко. Человек не должен стремиться бросить есть мясо. В этом нет необходимости. Надо стремиться развиваться, как личность, работать над собой. Я знаю много православных людей, которые едят мясо, но при этом развиваются. Но те из них, которые развились, бросают есть мясо. Я знаю также много православных, которые уже бросили есть мясо. Но их никто не заставлял, потому что в их вере об этом не говорится. Хотя у меня есть проповедь святого Зосимы, который ругался на мясо конкретно. Это святой человек, он не ел мясо. Также Сергей Радоничский, Серафим Сарузский не ели мясо. Видите, то есть приходит время, человек бросает есть мясо. Почему? Потому что он начинает чувствовать, что это надо, это есть, является потребностью в его жизни. Но пока он не чувствует, что это потребность, он может продолжать есть мясо. В этом нет ничего плохого. приходит время, человек бросает все, что ему нужно бросить. Есть разные стандарты жизни. Например, некоторые люди не едят корнеплоды. Вы готовы бросить корнеплоды есть? Там находится душа корня. Видите, у вас нет потребности бросить корнеплоды есть, так? Вы убиваете растение? Дайте эти корнеплоды. Я тоже ем корнеплоды. Но есть люди, которые питаются только фруктами и орехами и семенами. В семенах нет души. Она появляется там, когда только душу попадает в окно, в семер попадает влага. Там прорастает, когда душа туда входит. Происходит зачатие семени. Когда влага попадает. Набухает семя, туда душа. И уже тогда семя уже не такое чистое, как семя, в котором сухое. Это получается и прорушивший мясник или запушить? Почему нельзя? Можно. Просто есть разные стандарты жизни. Я вам об этом говорю сейчас. Вот если лотос еще в воде, он должен дорасти до поверхности и стать лотосом, раскрыться. Он еще в воде. Он лотос или не лотос? Он в воде еще, он лотос, да? И солнце на него не попадает. А считается, что растения, на которых не попадает солнце, находятся в невежестве. Лотос невежестве находится или нет? Благости. Но он же под водой. Как это сопоставит одно с другим? Я вам сейчас расскажу, как это сопоставлял мой духовный учитель. Он говорит, всех людей, которые работают над собой, слушают лекции, стремятся к совершенству, надо уже воспринимать очень возвышенно. Практически относиться к ним как к святым. Уже сразу, заранее. Он говорит, такие люди, их можно сравнить как два манго. Есть спелая манго, есть зеленая. Зеленая манго кислое, невкусное, греховное такое. А спелая манго, оно благостное, чистое, самый сладкий фрукт. Благостный фрукт на земле. Манго. Итак, он спрашивает своих учеников, зеленый манго это манго или нет? Манго. Манго. Только время их отделяет от спелости. Но стандарты их чистоты очень низкие зеленого манго. Оно кислое, кислый вкус это вкус страсти, это не вкус благости. Сладкий вкус благости. Стандарты его чистоты очень низкие. но мой наставник духовный учитель сказал, что относитесь к зеленому манго так же, как к спелому. Только время отделяет его от спелости. Не предъявляйте к нему больше требований, чем положено. Придет время и оно выполнит все свои требования. Теперь сразу вопрос, а почему нам хочется у людей, которые имеют ниже стандарты, чем наши, осуждать их и угрожать их санкциями? В чем причина? Эта причина называется злоба или зависть. Да, у человека в сердце тайно остается желание наслаждаться этими низшими вкусами, то тогда этот человек злится на тех, кто ими наслаждается. Приведу пример. Я никогда не курил в своей жизни и у меня нет привязанности к сигарете, но один мой друг недавно просил курить и мы ехали с ним в лифте и прямо в лифте курил человек. Мы ехали в дыму. Я как-то задумался, не обращал на это внимания, думаю, ну сейчас приедем, все будет хорошо. А мой друг, он покрасил от гнева. Он был такой крепкий человек, достаточно сильный. Он покраснел, начал тяжело дышать и сказал этому человеку, сейчас я тебя размажу по стене. И тот понял сразу, в чем причина, он тут же закосил сигарету, извинился, испугался, вышел. У меня вопрос, почему я не разгневался, он и разгневался. Потому что он наслаждался. Да, он замитывал тем, что тот наслаждается тем, что ему уже нельзя наслаждаться. Точно так же, когда мужчина гуляет, допустим, гулял от жены, а потом по судьбе жена начала посмотреть на чужих мужчин, то у него возникает жуткая ревность, не готов ее убить просто за это. Хотя сам до этого гулял. Но когда мужчина не гулял от жены, и жена начинает посмотреть на других мужчин, он садится с ней и просто говорит, моя хорошая, лучше не надо этого делать, у нас отношения начнут разрушаться. Видишь, я тебя люблю, ты меня любишь, зачем нам нужна такая проблема? Постарайся, я понимаю, что тебя притягивают к этому человеку, она ему рассказывает, меня к нему тянет. Ну, постарайся забыть его, постарайся, я тебе помогу. Давай поедем в отпуск, съездим туда. он к ней относится очень подобно. И она ему благодарна на всю жизнь за это. Понимаете, какая разница или нет? Что греховность заставляет ненавидеть тех, кто грешит. Поэтому тот человек, который дает людям знания, он должен быть свободен от такого восприятия мира. у него не должно возникать ненависть или злоб у людей, которые встали на правильный путь, но при этом имеют тяжелый пласт кармы. Я раздавал трансляцию одному человеку, я по рукам мог видеть качество человека. И по левой руке я увидел, что он, ну, я так растолковал, что в прошлой жизни был убийцей, убивал людей. Я ему сказал, вы готовы услышать от себя что-то страшное? Вы посмотрели на меня туда? Я готов. Я ему говорю, вы в прошлой жизни были убийцей, убивали людей. Он говорит, дорогой мой друг, я уже в этой жизни был убийцей, убивал людей. Гораздо больше ты можешь себе представить, когда я посмотрел на него, когда он мне говорил, у меня холод пошел. Меня охладило так. Смерть от него начала чистить, с него смерть начала говорить со мной. Когда смерть говорит человеку, он остывает сразу. Холод подел такой. Ну, я как-то сдержался так. И он потом мне сказал, что я очень сильно раскаялся и теперь хочу полностью аскезами, покаянием очистить свое существование. Помоги мне. Я ему начал рассказывать, что делать. Но я бы мог попресговать им, понимаете, испугаться у людей. если человек встал на правильный путь, даже если он подгнивший, то все равно манго. Гниль отвалится и он станет спелым манго с небольшой выемкой. Очень вкусно. Какие у вас еще вопросы? В буддизме есть такое понятие просвекления. Да, везде есть это понятие. Во всех великих традициях. В ведической культуре и в православии, в христианстве есть просвекления. На суде права, в буддизме это наивысшая степень совершенно свежего. Как это в ведической культуре? Нет, в ведической культуре это не высшая степень свежего. Просветление означает осознание себя душой. Это начало духовной жизни. Когда человек осознает себя душой, ему дальше надо осознать, что есть Бог, что есть с Ним отношения, и как достигнуть это отношение. Свою миссию по отношению к Богу он должен достигнуть. И любви к Богу в конечном шефе. Очень много станет после осознания душой есть много стадий развития. еще я хотел вернуться к этой теме как я не просто говорил раньше я вам сказать что с примером с собакой собак дотрает наркотик у него негативное отношение возникает наркотик когда то же самое у человека который был в церкви у него очень плачат чувство реагирует на отключить людей может быть не только зависть зависть и есть зависть это только с позиции физиологии рассматривали с позиции физиологии это реакция а с позиции психики это зависть но человек же реагирует не на кущего человека а именно на раздражительное курение вы говорите с позиции физиологии а я говорю с позиции психики физиологии да он реагирует на дым а с точки зрения психики он реагирует на курильщика на то что ему позволено а мне нет я рассказывал много раз уже этот случай еще раз когда я только начинал духовную практику так же как вы я поехал со своим наставником который сейчас живет в Вильнюсе я только от него приехал он уже будет сейчас приучать отречение и впоследствии станет духовным учителем тогда он был просто хорошим починал и у него было много в подчинении людей он всех собрал поехал на остров на Волгу там много островов на Волгу поехали мы там молиться на целый день купаться молиться в общем благостно отдыхать я там на Волге песчаные такие берега я в песчанике вырыл себе такую пещерку небольшую сел там начал молиться погрузился в молитву и смотрю передо мной встал какой-то человек и стоял возле воды тоже на острове не наш какой-то другой пришел человек и он стоял стоял думал потом повернулся видел меня дошел ко мне говорит что ты здесь делаешь я говорю я молюсь а я пришел покончить жизнь я говорю может быть рановато еще ты такой старый он говорит да понимаешь я наркоман и говорит если я еще немножко буду наркотики употреблять то у меня отвалится печень и я просто загнусь от боли у меня уже у друзей у многих такое произошло я не хочу так жить он сейчас уже оставил мир этот человек но тогда он хотел покончить жизнь с убийством это было 20 лет назад и мы с ним пообщались я ему сказал есть способ избавиться от наркомании и выздоровья он говорит скажи мне этот способ и я выполню какой бы он тяжелый не был у меня нет выхода я ему сказал что надо пойти в монастырь когда человек попадает в духовную атмосферу так как ломки это нехватка счастья ломки в теле это признак нехватки счастья нехватка счастья в тонком теле попадая в атмосферу духовного счастья человек лишается ломок и он пошел в ведический монастырь поехал в казань он нашел этот монастырь ведический и поехал туда начал там жить и у него не было ломок потом я приехал читать лекции в казань и ко мне подошел один такой мужчина красных одежд такой благостный красивый как все точно и он говорит спасибо вы спасли мне жизнь я говорю я не помню это может быть вы лекции мы слушали он говорит нет не слушаю я говорю как же я вам спас мне рассказал помните берег Волги вы сидите в такой норе я вспомнил этот эпизод вспомнил его тоже и он очень духовно развивался и вот буквально года два назад он оставил тело просто здоровье было подорвано но он прожил еще 18 лет от всех грехов развился духовно с молитвами оставил тело поэтому можно без взломок если выбрать правиль на цель жизни высшую цель жизни поставить перед собой правильно то все проблемы и страдания уходят из жизни человека он становится благословленным большинство людей не способны это понять потому что точно так же как птица привязана к гнезду так и человек привязан к работе к дому ему трудно в семье ему трудно это поменять местами потому что Бог как бы он вроде бы никаких благ не дает так видимо мы очень сильно практичны в этом мире и мы очень сильно привязаны к тому что реальный благ дает нам трудно поставить что-то выше чем это какую-то цель но это возможно в результате усилий постепенно в результате жизни человека он все больше и больше приближается к тому чтобы поставить высшей целью жизни Бога потому что Бог когда человек обращается к нему много-много раз ему в жизни помогают это реально происходит и невозможно это ни с чем спутать у меня так в жизни много-много раз было когда именно Бог помогал мне и это чудо я это воспринимаю такие события как чудо потому что ничего не предосполагало к тому что это событие не произойдет и оно не происходило приходила защита свыше причем сначала я об этом узнавал что придет защита потом она приходила постепенно когда человек служит Богу Бог ему дает о себе знать и дает веру в себя когда это происходит человек естественно ставит Бога высший царю в жизни и тогда судьба его предопределена в этом мире есть три пути один путь это тот путь в котором в основном идут те люди которые живут на западе заметили что на западе люди очень красивые аккуратные вежливые добрые нет? не заметили? страшные ручки толстые жирные больные не счастливы а? это маска такая образ такой это по телевизору так показывают они относительно не знают что они заходят в жизни и так послушайте меня те люди которые живут на западе они приходят с райских планет сюда свыше поэтому они стремятся к комфортной жизни очень сильно они стремятся к тем райским благам к райскому счастью которые они видели там те люди которые живут в России они приходят с адских планет в Украине кстати более высокое рождение чем в России да люди более благостные в Азии там смесь там часто в Азиатле рождаются недалеко от животных несколько жизней после жизни есть Азиаты очень возвышенные нации а есть такие очень примитивные разные есть Азиаты но в целом это люди которые идут Богу Азия или Восток означает те кто идут Богу неважно они низкорожденные или высокорожденные все кто идут Богу они быстрее приходят к своей цели чем те которые Богу не идут так вот знаете что когда люди рождаются на западе они не склонны к труду они склонны наслаждаться жизнью и эта склонность получается потому что они сначала были на райских планетах по лунным пути есть райские планеты по лунным и есть по солнечным пути те кто рождаются в Индии в Ираке они попадают ну как-то они ну как бы связаны с райским планетами по солнечным пути райские планеты по солнечным пути когда человек попадает туда на них то он чаще всего не возвращается назад почему потому что он идет к Богу и уже и он так как еще не достоин попасть в духовный мир он идет к Богу выше 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 но те кто попадает на райские планеты по лунному пути они попадают на самый крутой курорт который только может быть и они там только балдеют там все предназначено для наслаждения Европа отдыхает в сравнении с райским планетами по лунному пути там столько счастья и наслаждения но тем людям которые попадают на райские планеты по лунному пути им суждено вернуться на средние планеты опять сюда к нам есть еще третий путь это путь в ад когда люди идут в ад и тонкое тело деформируются и они попадают в животные формы жизни назад три пути всего есть есть еще четвертый путь который является путем милости люди сразу уходят в духовный мир с любой планеты с любого места во вселенной где бы они ни были если они достигают любви к Богу то они уходят в духовный мир сразу с той точки где они находятся очень большая как же предсказание если поднимется на Европу и на Украине ой знаете давайте не будем вообще предсказывать кто поднимется кто упадет я могу вам сказать точно что никто в этом мире не является лучше никто не является хуже у всех есть свои недостатки и преимущества не надо говорить что Европа хуже России Россия хуже Европы все это одно и то же просто везде в каждом месте свое что-то если в Европе как бы люди страдают от вседозволенности и распущенности то в России страдают от невежества от пьянства от грубости в Америке люди страдают от цинизма жестокости в сердце хотя внешне они очень вежливые и то по-доброму относятся но могут позвонить по телефону на любого соседа его настолько настучать на него с удовольствием все он и так сделан в Германии то же самое ну нормально в России не так в России бывает так что ограбят и никто не позволит им а бывает наоборот что ограбят и тут же разберутся с этим человеком и поймают его соседей сами же все с из-за того места где же человек живет бывает в России даже места где вообще почти не играли я же в Краснодарском крае живу там почти не воруют я вот не видел воровства особо сильно ну где я живу пока не здесь есть ну там вот где я живу там люди очень жадные и говорится что если кубанец взял за руку то ему надо отпиливать уже не отпустить везде все одно и то же но по разному смотрите когда человек куда-то приезжает на время как турист он увидит самое лучшее в этом стране и поэтому он счастлив переехал туда потом он приезжает как житель он начинает видеть самое плохое уже там и он разочаровывается и так везде везде одно и то же сначала сладкий вкус потом горький в материальном мире так везде в материальном мире так он устроен нет в этом месте в мире прибежище везде все одно и то же а если родился в России а потом переехал сюда а по карме вот тебе было в России нет если вы сюда переехали значит вам по карме было сюда переехать ну а как же вы не по карме переехали почему же вы тогда переехали как в этом анекдоте еврея поймали и начали бить он говорит я по паспорту русский а мы говорим у тебя не по паспорту а по морде переехали я еврей поэтому могу рассказать по солнечному пути а не по солнечному пути а не по луну чтобы не возвращаться по солнечному вот я вас пытаюсь привести к солнечному пути как раз таки лекции читаю главный путь это гедонизм это гедонизм это древняя культура запада все это зевсы эти там все это гедонизм означает наслаждение цель жизни посмотрите вот возьмите все эти картины эпохи возрождения они все такие пухленькие люди такие расслабленные с яблочками поленькие сидят на веточках с крылышками это же райские планеты гедонизм они рай по лунному пути все рисовали эти все рисунки рая по лунному пути и называются губрийские сюжеты хотя на самом деле Иисус Христос никак не связан с этим совсем пухленькими женщинами с цветочками крылышками и вино да вино никак Иисус Христос с этим не связан он совсем другой он аскетичный наоборот он наоборот призывал к духовной жизни а не к балдежу и все кто за ним шли они все оставили жизнь муком за веру ничего общего там с этим гедонизмом не было пухленькие тетеньки там дяденьки но был бы губрийский сюжет когда то началось вино наполн вино дальше все начали это как не факт что именно так это и было потому что с древних языков вот этих севрита вино и сок виноградный переводится одинаково не факт что он именно вино наполн не факт сложно объяснить понимаете ранее объяснение священных писаний отличаются от наших ведь даже закон перевоплощения был отменен на одном из собраний христиан это исторический факт а? нет там были просто определенные как бы собрания которые обсуждали философию они отменили закон перевоплощения не будем это обсуждать это может задеть верующих людей как-то я не хочу это обсуждать главное чтобы вы поняли что Иисус Христос гидонизма ничего общего не имеет гидонизм означает желание наслаждаться и вот это райское удовольствие человек должен стремиться к Богу а не к райскому удовольствию рай это препятствие на пути к Богу это не помощь наслаждение не ведет к Богу к Богу ведет труп над собой служение самопожертвование о чем все христианские культуры говорят и католики и православные все стремятся отдать себя Богу села нафонские пожалуйста там постоянно вот об этом говорили сегодня о том что надо служением заниматься Богу отдать себя скучает душа моя по тебе Господи какие удивительные стихи да еще какие вопросы да как можно научиться глубоко почитать уважать своих родителей это же благость означает уважать своих родителей означает оценить что они тебя родили мы же неблагодарные просто в природе неблагодарные вот допустим ты сделал кто что-то кому-то он этим начинает пользоваться и привязывается к этому но не ценит чтобы он оценил он должен разлиться очиститься как личность это называется благодарность это не просто быть благодарным надо учиться постепенно сначала постепенно вы придете к этому в свою жизнь постепенно у нас на фестивале благость поют такую песню я не забываю об одном на краю родной земли поклониться матери с отцом кем бы они ни были какая песня классно? да если вы такие песни поете у вас уважение отзывается по этой постепенно да я начала джаху читать мама перестала молиться ей 84 года и я как-то пару раз спрашивала сначала она говорила а после 80 не надо молиться а потом стала говорить а ты молишься этого хватит и это все правда после 80 человеку очень трудно молиться у нее сил нет просто человек уже еле дышит еле ходит еле живет так как у нее не было сильного духовного вкуса она перестала молиться и так же правда что если вы молитесь так же и ей идет за это но если будь сильнее молиться она заново замолится хоть ей 80 еще вопрос если второстепенные цели были приняты как важные как сделать это это значит чтобы находит страсть она идет автоматически переоценка конечно автоматически на основе знаний изменений жизни понимаете люди страсти всегда спрашивают о том как получить результат потому что люди страсти хотят результата они хотят райской жизни всегда поэтому они говорят Олег Геннадьевич всегда один тот же вопрос как жить лучше как сделать так чтобы я была в благости чтобы я высшей цели поставила выше а люди в благости спрашивают Олег Геннадьевич как служить Богу как сделать так чтобы что-то полезное людям сделать чтобы простить просить прощения научиться вот видите он не первостепенный первостепенный для администрации вопрос как жить лучше но так как они уже поняли что жить лучше в благости поэтому они спрашивают как избавиться от обидчивости как развить женские качества все эти вопросы означают хочу счастья как выйти замуж как найти хорошую благостную работу все эти вопросы означают найти счастье хочу найти счастье да а как правильно просить прощения обращать ну сейчас объясню Вот смотрите, все основывается на знании. Надо молиться Богу и просить Его прощения. Прощения, прощения, и переброси ты у меня. Из песни Бога, направленной к человеку. И когда человек молится искренне Богу, в какой-то момент, неожиданно, его сердце прощает. Или он чувствует себя прощенным в какой-то момент. Это происходит по милости Богу просто. А потом, когда его сердце прощает, это только первый этап прощения. Потом он осознает, почему он простил. Сначала сердце прощает, то есть устанавливается положительная связь. После этой положительной связи он начинает видеть хорошее в человеке. И думает, вот почему я простил, потому что раньше-то я знал, что он вот такой. А сейчас я забыл об этом и помню только плохое от него. А потом он осознает, что побудило его плохо поступить. И он уже будет делать вывод. Больше никогда не буду злиться на людей. Я не хочу злиться. В таких ситуациях больше не буду злиться на людей. Видите, три этапа. Но люди, которые не имеют связи с Богом, они просто думают, я хочу его простить, хочу его простить, хочу его простить. Если они сильно думают об этом, они тоже прощают по воле Бога опять. Потому что Богу надоело слушать это все. И он думает, ну ладно, Бог с ним, пускай прощает. А можно просить прощения у мертвых? А нет мертвых? Нет, нет мертвых. Вот я если сплю, я мертвый или живой? Живой. Я не помню же себя? Мертвый или живой? А? Не помню. Ну я мертвый или живой в этом мире? Живой. Ну а если я нахожусь в тонком теле только? Допустим, иногда люди выходят из грубого тела и находятся в тонком теле. Потом заходят в грубое тело. Они мертвые или живые? Но они в это время вообще не с телом не связаны, они вне тела находятся. Говорят, человек попадает над телом, а висит над своим. Мертвый или живой? Так мертвым не человек становится, а тело. А тело. Ну как живое, что он жил первое? Мертвым становится тело. Когда человек оставляет тело, то он как был живым, так и остался. Мертвым становится тело. Но так как вы человека считаете телом, поэтому вам кажется, что он умер. Он не умер, он ушел из тела просто. Погулять. То есть можно просить? Ну даже вот смотрите, есть доказательства, что он живой. Например, если предположить теоретически, что человек умер, тогда с ним прекращается всякая связь. Как прекращение связи указывает на то, что нет человека. Тю-тю. Ни хорошей памяти, потому что на связь с человеком указывает память. Ни хорошей памяти о нем, ни плохой, никакой памяти нет, все, нет человека. И нет смысла тогда просить прощения, прощать. Нет человека. Но когда человек уходит из жизни, у нас сердце, связь с ним становится еще сильнее. Мы больше его помним, больше думаем о нем. Потому что физической связи, когда нет, люди начинают восстанавливать сердечную связь друг с другом. И самое время тогда помолиться о нем, очистить сердце, светлую память о нем иметь, о человеке. Но сама мысль о том, что он умер, это греховная мысль, очень плохая. Это означает, что вы будете страдать очень сильно, потому что у вас противоречие в сердце будет. С одной стороны, вы чувствуете боль по этому человеку, а с другой стороны, считаете, что его нет. Это противоречие вызывает страдания. Вам надо просто понять, что он жив. Как зовут этого человека? Константин. Константин. Он такой рассудительный человек, да? Да. Откуда я узнал его? Узнаю. Потому что я его сейчас увидел. Он какой, молодой, старый? Он тонкое тело, какой у него возраст. Да. Угу. Не старый, но не молодой, где-то лет 45, наверное, так. Средний возраст. Ну, поможет. Если он умрет, то он молодым. Молодым? Какой возраст? 19. 19. А, вот он. Ага. Угу. Угу. Нужно помочь ему. У него идет сейчас процесс смены тела. То есть, когда человек выходит из тела, у него, он меняет тело в соответствии со следующей жизнью. Нужно перестраивать тонкое тело. Нужна помощь. Если человек молится за него, то он очищается от всех грехов. Может пойти на высший планет. Угу. 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 Надо думать о святом человеке и понимать, что это для него. И просто думать о святом человеке, кланяться ему. Все то же самое. Служить святости. И в сердце постепенно камень по отношению к человеку, за которого ты молишься, тает. И потом светлые чувства к нему наступают. И потом он приходит ко с ней, ко с ней к тебе и говорит, спасибо тебе, ты мне помогли. Ну то есть, не думать о человеке, который может все. Не думать, потому что ты с ним все равно связан. Если ты о нем думаешь, то ты пытаешься сам ему помочь. О ком человек думает, с тем человек связан. Надо думать о святом человеке, и тогда святой человек будет помогать. Надо просить святого человека, чтобы он его очистил или потом... Не, надо просто поклоняться святому человеку. Просить святого человека, чтобы почистил, это нечестно. Вот так же, как вы приходите, Олег Геннадьевич, определите дату моего рождения. А вы заслужили это или нет, знать дату своего рождения? Вот в чем вопрос заключается? Надо не просить святого человека очистить того человека, а поклоняться святому человеку. Ваше поклонение создаст отношения со святым человеком. И просто мысли святого человека о вас очистят того, о ком вы думаете. Так должно это все делаться. Надо служить святости, а не клянчику нее ничего. У нас, в нашей культуре, мы привыкли к клянчику Бога. Бог дай мне то, дай мне все, как будто он не знает, что нам давать, что нам нет. Он такой тупой, ему надо объяснить. Бог все знает, не надо ничего объяснять. Если вы слушаете Богу, Он вам дает все. Не слушайте, не дает. Вот и все. Что-то сложное. А что означает служить Богу? Служить Богу означает кланяться Ему, приносить Ему цветы, выполнять Его наставления, служить Его святому, Его помощнику. Означает стараться выполнять все правила, связанные со служением Богу. Рано вставать, есть правильную пищу, освящать пищу, жить так, как Бог велел. Вот это называется же служить Богу. А когда ты живешь как хочешь, это называется же служить себе. А вот, например, начали с молитвы, например, дома или нельзя это найти в церковь? Можно молиться дома, можно молиться в церкви, можно молиться в туалете даже. Молитесь где хотите, но если вы приходите в церковь, у вас больше силы, потому что там тоже все молятся. В этом преимущество церкви. Дома можно лекции по скайпу мою слушать. Идет прямая трансляция. Но если вы здесь сидите, вы получаете больше блага, потому что это святое место. Скажите, как отличить качество благоверения от служения или материального благоверения? То есть, вы говорите о практике, он будет послушать. Сегодня я когда был на службе духовному учителю, и службу пел его ученик, Шилпурпада его ученик. Я как бы ученик ученика. Службу пел ученик Пурпада. Духовный учитель. Шичина на нас с вами. Я настроился на его стопы, поклонялся его стопам в это время. Я почувствовал необыкновенное счастье. Почувствовал также счастье, исходящее от всех людей, которые были на этой службе. Это счастье имеет чистую, возвышенную и вечную природу. Как будто бы оно всегда потом живет в твоем сердце. Это счастье, которое ты испытываешь как поклонение Бога. Это счастье просветляет ум, приносит много реализации в сердце, новое понимание жизни, приносит чистоту. А балдеж приносит только усталость, лень. Вот я сегодня накушался, лег отдыхать, меня развезло. Я уже не хотел вставать потом. Это олень. И потом пришел читать лекцию, у меня слабость такая. Все тоже такими стали. Я потом погоду обвинил. Я во всем виноват. Но тогда с утра я был под влиянием святого человека. Это необыкновенное счастье. А счастье материальное существование как сон. Оно наступает как сон и проходит. Оно не оставляет никакого следа хорошего. И песни тоже о материальном счастье как сон. Лето, ах лето, лето звездное, будь со мной. Сон. Да. Христианские традиции говорят о том, что тело это не захоронит. Потому что тело человека очень связано с его физическим телом. Давайте не будем обсуждать традиции, просто их надо соблюдать и все. Нет смысла это называть сплетничать, обсуждать традиции. Допустим, обсуждать традиции христианские надо в крестьянской среде вместе со своим наставником. И он вам скажет почему так. Потому что он всю жизнь этим занимается. Если Бог, если люди идут к Богу, значит Бог создал эту традицию. Если Бог создал традицию, в ней есть смысл. Если в ней есть смысл, значит надо это все выполнять. Я буду обсуждать только тут те традиции, в которых я сам нахожусь. Потому что это будет честно. Я уже немножко коснулся темы христианства и совершил ошибку. Я почувствовал Бог, что недоволен мной. Когда я начал разговаривать о реинкарнации в православии и все. Я почувствовал, что Бог недоволен. Потому что я знаю точно, почему в православии нет реинкарнации. Потому что это понимание приближает людей к преданию. Если только одна жизнь, а потом навечно в аду, значит человек просто предается на всю катушку. И факт остается фактом. Веды говорят, что когда человек попадает на высшие и низшие планеты в ад, там жизнь его длится очень долго. Фактически вечно. Потому что одна минута пребывания, один год пребывания, то есть одна минута пребывания на Земле как год в аду. Время очень долго длится, очень медленно. А на высших планетах, наоборот, оно ускоряется. И вот если все можно спросить, обязательно являются ли обязанностью женщины вспоминание предков Бога? Конечно, это хорошо. Дневные? Да, хорошо вспоминать и молиться за своих родственников. То есть делать ритуал? Очищает сознание очень хорошо. И Богу очень нравится, что мы за всех беспокоимся. Я имею в виду в данном случае их, кто попал там. Это они тоже информации? Конечно, сто процентов. Да. 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 Ну. У меня бабушка 95 лет. О, да. Да. Сама попросилась в дом престарелых. И уже почти 10 лет она там живет. И в последнее время она очень хочет кричить, заберите меня отсюда. Мы забираем. Не надо идти на поводу ее желаний, потому что она уже плохо соображает. Когда мы не отдавали, это было настолько тяжело, то есть мы не собирались это делать. Это было действительно не желательно настояло. А сейчас все равно мне вот эта тяжесть как при том, что мы не отдавали. Еще осталось больше года, чуть-чуть вам пострадать, и ваша тяжесть закончится. И давайте забирайте ее. Я думаю, что… Я хотела, мама не может ее забрать, а потом она забирает, чтобы ее забрать. Я думаю, что вы должны о чем-то остановиться. Или забрать ее и терпеть, или оставить там и терпеть. И все и то, и другое будет нормально. Поймите, что пожилому человеку нельзя помочь, если человек не интенсивно не молится Богом, потому что блехи настолько сильно наваливаются на него, что жить дальше становится адом. То есть для него это не счастье жить, а мука. И когда человек мучается, он лопит и мучает всех вокруг. После 60 лет человек должен все больше и больше молиться, увеличивать свою духовную жизнь, потому что иначе он станет обузой для всех, начнет всех мучить в жизни. А вот когда пока сердце не возрадуется, столько и молится. Каждого свой срок. Да? Я хотел спросить, чувствует ли человек в течение трех дней, когда сразу тело сжигает? Да, человек пока рядом с телом он чувствует. А рядом с телом он как минимум 10 дней после ухода, как минимум. То есть нельзя сразу сжигать? Можно. Когда человек это тело грубое сжигает, он освобождается. А он не чувствует? То есть он тоже не чувствует? Ну и когда от нее тело он чувствует, какая разница? Что, одно другому легче, что ли? Легче, чем сжигать? Грубое тело сожгли и все, и его нет, от него легче избавление произошло, облегчение. А если он не сжигает, то он больше остается рядом с телом? Он может долго оставаться рядом с телом, пока оно не подвержится гниению в полной степени. Он не сможет уйти от него. Это более мучительно. А вот прав, который остается некоторым для меня? Если там молитва дома идет, тогда хорошо. Если там разгульная жизнь, тогда этот прав станет проклятием для этого человека. Олег Геннадьевич, мой дедушка буквально 29 мая оставил свое тело. И мы его могли где-то, может, где-то 15 позже отжечь. И только после этого мне стало как бы легче. У меня такое чувство было, что он не повсюду. Ну да, он так и есть. Вот для меня был его. Я надеюсь, что ему еще надо помогать молитву. Да, правильно. Помогать еще. Да? У меня такой вопрос о бюджетных работах. Знаете, вот, когда родилась, спросила о служении. И учащихся это помогает. Правильно. Хороший вопрос. Так. Какой? О, супер! Хороший курс. Надо пройти. У них очень много прихожан, устарелых, много денег, много времени. Ничего делать. Надо понимать. Они никогда узнали, что это какая-то карточка. Не знаю. И я подумала, может, это какой-то прихожан. Да? Да, давайте. Служите Богу. Проходите знания духовные и давайте по другим. Ваша жизнь сразу станет счастливее. Немного. Ну, что у нас уже подходит к концу? Ну, как бы выяснить, вот сейчас говорили про молитвы за близких людей. Молитва не бывает за близких людей. Молитва бывает только святости. А сердце, с чем связано, туда оно идет. Так как оно связано с близкими людьми, это для вас актуально. Поэтому, ну да, молитва идет. Но молитва всегда одна и та же. Мы не можем сами никому помочь. Есть такое заблуждение. Человек думает, что я за кого-то молюсь. Мы сами никому помочь не можем. Мы просто можем служить. Когда мы святости служим, она с нами взаимодействует и очищает все, что окружает нас. А с нами ближе всего к сердцу то, что сейчас связано с ним, то, что актуально. То есть, вот, если люди просят здоровье близким или еще что-то, это свое условие распрощения нужно для этих здоровья? Нет, это нормально просить здоровья близким. Нормально просить здоровья близким. Но это, это не, не зрелость. Потому что, какой смысл просить у Бога, что он и так знает? Ну, допустим, вот смотрите, ребенок подбегает и говорит, папа, папа, накорми меня. Он говорит, я знаю, что тебя надо накормить. Просто сейчас не время нам кушать. Покушаем чуть позже. Сейчас по судьбе мы не можем покушать, мы едем в автобусе. Папа, я хочу кушать, ты корми. Это папа приводит в состояние счастья, нет? Нет. Его раздражает. Но Бог не раздражается, просто Он как-то смеется над нами, что мы не понимаем просто идеи. Что сила, человек приобретает силу, способную менять судьбы близких людей во время служения, а не во время просьбы. Вот, допустим, смотрите, приведу такой пример. Люди колят дрова, а рядом стоит нищий здоровый парень и просит, дайте покушать, дайте покушать. Ему говорят, пойдем поколем с нами дрова, потом вместе покушаем. Он говорит, я не хочу колоть дрова, я хочу кушать. Дайте покушать, дайте покушать. Это неэффективно. Он говорит, ну, парни дальше когда-то. Потребительство, да. Надо просто служить, кланяться Богу, выполнять Его наставления, жить по Его законам. И делать это для тех, кто нуждается в помощи. Говорить, это я не для себя делаю, для вас. Не волнуйтесь, вам тоже достанется. Когда человек проводником является духовной силой, он еще больше получает, чем просто благо, которые он просит для родственников. Надо молиться и говорить, это не для меня, это для них. И все. Этого достаточно, все это пойдет им. Я сейчас буду повторять, я желаю всем счастья. Думаю, это для них, для них. Чем больше человек думает, что для них, тем счастливее он становится. Такой закон. Когда человек служит другим, счастье бежит за ним. А когда он служит себе, счастье от него убегает. Счастье никогда не поймаешь, оно независимое. Счастье – это энергия Бога, это его служанка и супруга. Счастье или богиня процветания – это супруга Бога. Она независимая. Когда люди служат Богу, она привлекается этими людьми, потому что она любит Бога. И она за ними бежит, за этими людьми. Счастье или удача. А когда люди хотят счастья, она от них убегает. Потому что она только Богу принадлежит. Она людям не принадлежит. Удача. Забудьте про себя. Учитесь служить. Давайте сядем прямо. У нас уже 8 часов. Сейчас другие будут задачи. Жизнь идет дальше свою череду. У меня к вам вопрос. У меня немножко совесть мучает. Вы не зря приехали, я надеюсь? Нет. Что-то здесь получили так как-то? Жизнь протекает нормально у вас? Да. Получаете то, что надо? Да, да, да. Вам понравилась лекция моего наставника? Да. Он хороший человек, почувствует. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. Здесь реально white. Все сели прямо. Можно включить чуть-чуть под ней. Вот так оставьте. видите посвежее стало да окна открыли получше все равно даже так душновато да чуть-чуть воздух не застоит не заходит просто так мы уже все знаем что нам надо чему стремиться мы уже все поняли разобрали надо вспомнить о святости и повторять стать слугой повторять я желаю всем счастья эта деятельность угодная богу должны постоянно желать всем счастья в своей жизни мы желаем счастья вам счастье в этом мире большой как солнце поутру пусть оно за пол и дом мы желаем счастья вам и оно должно быть таким когда ты счастлив сам счастьем поделись с другими щаль Jane я желаю всем Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.